Нарушение правил дорожного движения закончилось смертью нарушителя. Его расстрелял автоинспектор. 19-летний Евгений Никенин скончался в больнице от ранения в голову. Он 11 раз был судим за вождение в нетрезвом виде, но все равно сел за руль. Полицейский, который его неоднократно задерживал, его узнал и попытался остановить. Но машина не остановилась, а инспектор начал стрелять. Вот данное транспортное средство, в отношении которого применял стабильное оружие, инспектор Альбитвест для его остановки. Два пулевых отверстия. Водитель, соответственно, сидел за рулем. Если у водителя попало, значит, пуля возможность рикошетила. Эти четыре колонки, сабвуфер, усилитель. Ехали, усилились, пьяные были, малолетки. Они с такой скоростью быстро поехали. Неадекватно себя вел, ездил на очень большой скорости. Чуть не шиб несколько человек. Сотрудник полиции для остановки транспортного средства применил табельное оружие. Стрелял по колесам. ВАЗ-21-102 удалось остановить вот именно на этом месте. То есть она не вписалась в поворот, шибла ограждение и съехала в кувет. Одна из пуль попала водителя в голову. Данный водитель неоднократно привлекался к административной ответственности именно за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также управление транспортным средством без водительского удостоверения. Я считаю, что эволюционер был совершенно прав. Что нафига такие пьяные мези-то? Шесть человек в машине, а если бы он выехал бы куда-нибудь в центр, дети бегают. Она детям. Себя угробят и детей угробят. Кстати, друзья погибшего Алексея Никинина в социальных сетях опубликовали фотоколлаж в память о друге. А помимо этого выставили также на показ и фотографии с простреленной одеждой и, видимо, полученными в результате аварии ранами. Что касается инспектора, то, как сообщил начальник отдела полиции, он находится в шоковом состоянии, так как не ожидал такого исхода дела. Инспектора отправили на месяц в отпуск. Следственный комитет сейчас проверяет законность применения им оружия.